Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник всеобщей истории, новейшее время, 10 класс, за авторством Белоусова, Смирнова, Мейера, серия Сферы. Параграф 11. На пути к новой мировой войне. Вспомните, в чем заключаются противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Версальско-Вашингтонская система учитывала интересы и работала на интересы стран-победительниц в Первой мировой войне. При этом не учитывала интересы других, достаточно серьезных, крупных и экономически развитых государств. Той же Германии, Советского Союза, того же Китая, в каком бы состоянии он ни был. Естественно, что все это приводило к достаточно серьезным противоречиям внутри самой системы. Одни народы считали себя крайне обиженными и обделенными, другие считали, что они достойны гораздо большего. Все это приводило к противоречиям, которые в итоге выливались и привело к Второй мировой войне. Во второй половине 1930-х годов агрессивная политика фашистских и милитаристских государств привела к новой мировой войне. Центры силы в мировой политике. В середине 1930-х годов сложились три центра силы. Первый это фашистские и милитаристские государства вроде Германии, Италии, Японии, которые стремились к переделу мира в свою пользу и готовились к войне. Второй центр это Версальские державы в виде Великобритании, Франции и США, которые хотели обезопасить себя от фашистского реваншизма и советского большевизма. Третье это Советский Союз, который пытался создать благоприятные условия для строительства социализма и использовал противоречия между фашистскими государствами и Версальскими государствами. Два очага войны. Первой на путь агрессии войны вступила Япония. В 1931-1932 годах она захватила Маньчжурию, северо-восточную часть Китая, и создала там марионеточное государство Маньчжоуго. Это было грубым нарушением условий Вашингтонской конференции. Лига наций объявила Японию агрессором. Япония просто покинула Лигу наций и в 1937 году оккупировала центральную часть Китая, включая города Пекин, Шанхай и Нанкин. Затем японские милитаристы спровоцировали военный конфликт с Советским Союзом в районе озера Хасан, но потерпели поражение. В 1939 году они вторглись на территорию Монголии в районе реки Халхингоу, однако были отброшены с очень большими потерями советскими и монгольскими войсками. Так разгорелся очаг войны на востоке. Наступление японских войск побудило правящую партию в Китае Гэминьдан во главе с Чан Кайши и китайскую компартию объединить усилия для отпора агрессору. СССР предоставил правительству Чан Кайши финансовую и военную помощь. Советские специалисты участвовали в военных действиях против Японии на стороне Китая. На Западе к территориальным захватам приступила фашистская Италия. В октябре 1935 года, стремясь расширить свои колониальные владения в Африке, Италия напала на Эфиопию, или второе название Абиссинию, и за 7 месяцев сумела захватить всю страну. Нацистская Германия стала грубо нарушать условия Версальского договора. В 1935 году она ввела всеобщую воинскую повинность, а год спустя войска вермахта заняли Рейнскую демилитаризованную зону. Англия и Франция заявили формальный протест, но никаких реальных мер, направленных на пресечение агрессивных действий Германии, не предприняли. Гитлер уверовал в собственную безнаказанность. Германия стала быстро вооружаться, создавать запрещенные Версальским договором массовую армию, военную авиацию, танковые войска, подводный флот. Появление очагов военной опасности побудило Версальские державы к поиску соглашений с Советским Союзом, принятым в Лигу наций в 1934 году. СССР предлагал создать в Европе систему коллективной безопасности, включавшую все европейские государства. Германия и Польша отвергли эту идею, поэтому СССР в 1935 году заключил договоры о взаимной помощи с Францией и Чехословакией. По желанию Чехословакии, поддержка ее Советским Союзом была обусловлена предоставлением ей помощи со стороны Франции. Соединенные Штаты поддерживали с Советским Союзом торговые связи, но дипломатические отношения были установлены в полной мере только в 1933 году. Однако внешняя политика США все чаще определялась изоляционистами. Они считали, что Америке не следует связывать с себя обязательствами на международной арене. В 1935 году Конгресс США принял Акт о нейтралитете, запрещавший поставлять военное снаряжение воюющим странам. В 1936 году агрессивные государства объединились. Италия и Германия оказали военную помощь фашистским мятежникам в Испании и заключили военно-политический союз – Ось-Берлин-Рим. Германия и Япония подписали так называемый Антикоминтерновский пакт, к которому в 1937 году присоединилась Италия. Образовался блок агрессоров – треугольник Берлин-Рим-Токио. Его ведущей державой стала Германия. Она обладала самой сильной армией в Европе и приступила к новым захватам. Сначала Гитлер нацелился на Австрию. Угрожая войной, он вынудил австрийского канцлера Шушнига передать власть австрийским нацистам. В марте 1938 года немецкие войска вступили на территорию Австрии, которая, вопреки условиям Версальского договора, была присоединена к Германии. Был совершен аншлюз в качестве одной из провинций Германии. Следующей жертвой нацистской агрессии стала Чехословакия. Гитлер потребовал передать Германии Судетскую область, где проживало около трех миллионов немцев. Правительство Чехословакии надеялось на поддержку Англии и Франции. Опасаясь советизации, оно отказалось от военной помощи Советского Союза, который был готов предоставить даже без участия Франции помощь Чехословакии. Но чехи сами отказались. Политика умиротворения агрессоров. Судьба Чехословакии решилась в конце сентября 1938 года на конференции глав правительств Англии, Германии, Италии и Франции в Мюнхене. Обратите внимание, то есть судьбу независимой Чехословакии решали без Чехословакии. Совершенно другие страны просто разделили европейскую, развитую, независимую страну на несколько частей и передали тем, кто хотел эти части себе получить. Весело, правда? После этого эти самые европейцы еще пытаются обвинять Советский Союз в каких-то там договорах. Была, значит, на этой конференции, которая была создана по инициативе Муссолини. В ней участвовали Гитлер, Муссолини, Невил Чемберлин, то есть это премьер-министр Великобритании, и Деладье, это представитель Франции. Представители Чехословакии не были допущены к переговорам и дожидались решения своей участи и участи своей страны в соседней комнате. 29 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение. Англия и Франция согласились на передачу Германии Судетской области и удовлетворение территориальных претензий Польши и Венгрии. Они заставили согласиться с этим Чехословакию. Формулируя цели своей внешней политики, британский премьер-министр Невил Чемберлин говорил, «Для нас, разумеется, стало бы наилучшим исходом, если бы эти бешеные псы, Гитлер и Сталин, сцепились и разорвали друг друга». Правящие круги европейских стран надеялись с помощью уступок умиротворить агрессора и направить его экспансию на восток против Советского Союза. Сразу после Мюнхенской конференции Великобритания, а в декабре 1938 года Франция, подписали с Германией декларации, фактически являвшиеся соглашениями о ненападении. Это была недальновидная и опасная политика, поскольку Гитлер не считался с подписанными им договорами и стремился к установлению господства Германии во всей Европе. Он намеревался разгромить не только Советский Союз, но и Англию и Францию. Уступки со стороны Англии и Франции лишь разжигали его аппетиты. На деле политика умиротворения приближала, а не отсрочивала войну. В марте 1939 года Гитлер предъявил претензии на основную часть Чехословакии – Богемию и Моравию. Под угрозой военного вторжения чехословацкий президент Гаха был вынужден согласиться на переход этих районов Чехословакии под протекторат Германии. Словакия объявила себя независимым государством под защитой Германии. Чехословакия перестала существовать. На ее территорию были введены немецкие войска. Затем Германия потребовала у Польши возврата Данцига и Польского коридора, а Италия в апреле 1939 года захватила Албанию. Готовясь к войне, Германия и Италия заключили договор о взаимопомощи. Стальной пакт. Советско-германский пакт о ненападении Правительства Англии и Франции начали осознавать невозможность обеспечения безопасности своих стран на основе политики умиротворения. Они решили заручиться помощью СССР и направили в Москву делегации для переговоров о заключении пакта о взаимной помощи. Однако стороны не доверяли друг другу. Англия и Франция уклонялись от точных обязательств ППО предоставлению помощи СССР в случае войны с Германией. Камнем преткновения стал вопрос о проходе частей Красной Армии через Польшу и Румынию, чтобы иметь возможность достичь границ Германии. Правительства этих стран отказывались допустить на свою территорию советские воинские части, опасаясь советизации, а Франция и Англия соглашались с ними. Германия использовала возникшие противоречия, чтобы обеспечить себе безопасный тыл на востоке. Она предложила СССР договориться о разделе сфер интересов от Черного моря до Балтийского. Одновременно нацисты вели тайные переговоры с представителями английского правительства. Германия обещала не вмешиваться в дела Британской империи, а англичане соглашались с преобладанием Германии в Восточной и Юго-Восточной Европе. Опасаясь, что Англия и Франция могут оставить Советский Союз один на один в случае войны с Германией, Сталин решил принять немецкое предложение. 23 августа 1939 года в Москве был подписан советско-германский пакт о ненападении сроком на 10 лет, так называемый пакт Молотова-Риббентропа. К нему прилагался секретный дополнительный протокол о разделе сфер интересов в Восточной Европе между Германией и СССР. Финляндия, Эстония, Латвия, позднее и Литва, а также восточная часть Польши, включая Западную Украину и Западную Беларусь, которые входили в состав Польши, а также Бессарабия, уходили в сферу интересов Советского Союза. Остальная часть Польши составляла сферу интересов Германии. Последствия подписания этих документов неоднозначны. С одной стороны, они гарантировали Германии безопасность ее рубежей на Востоке, позволяя сконцентрировать военные силы на Западе для нанесения ударов по Англии и Франции. С другой стороны, они позволили Советскому Союзу в течение полутора лет оставаться вне войны, расширить свою территорию, воссоединить разрозненные части Украины и Белоруссии, вернуть ранее принадлежавшую Россию территорию прибалтийских государств, встретить нападение Германии на 200-300 км западнее прежних границ. Вопросы и задания. И от себя сразу же добавляю, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на которую находится в описании. Там всегда тублируется вся информация с Ютуба, и в целом обновляется информация несколько чаще, чем на Ютубе. Так вот вопросы и задания. Почему западные страны проводили политику умиротворения в отношении нацистской Германии? Очень просто. Нацистская Германия и вообще приход нацистов к власти с самого начала преследовали очень простую цель. Натравить этих самых нацистов на Советский Союз. Вот если говорить совсем открыто, нацисты были созданы, ведь я напоминал в предыдущих параграфах, что Гитлер как-то очень странно пришел к власти. Каким-то невероятным образом какому-то бывшему еврейтору из какой-то не пойми какой партии, причем очень маргинальной партии, преступной, вдруг ухитряется получить у американских и английских банков полтора миллиарда долларов. Это астрономические деньги. Так вот он ухитряется получать очень выгодные кредиты для немецкой экономики. Каким образом Гитлер ухитрился это сделать? Но он это сделал. В итоге становится понятно, что с самого начала капиталисты на Западе предполагали, что надо будет натравить Германию на Советский Союз. Ну и в некотором роде им это удалось, хотя Советский Союз в итоге победил и получил гораздо больше, чем кто-либо мог предположить. Так что и политика умиротворения, собственно говоря, была создана именно для того, чтобы заставить нацистские государства, и особенно нацистскую Германию, смотреть на восток и по мере возможностей столкнуть нацистскую Германию и Советскую Россию между собой. Какие события свидетельствуют о том, что мир в 1930-е годы стоял на пороге Второй мировой войны? Распад всего мира сразу на три противоборствующих блока наглядно показывал, что ситуация крайне и крайне тяжелая. То есть, когда вдруг в мире начинают формироваться какие-либо очень серьезно разделенные блоки, которые противостоят друг другу, дело идет к явной войне. Исключением является только холодная война после Второй мировой войны, когда появилось оружие массового поражения, способное уничтожить весь мир. Это начало сдерживать. Несмотря на существование двух блоков, это сдерживало военные конфликты. И продолжает, собственно говоря, сдерживать и по сей день. А тогда такого оружия не было. И поэтому, если появлялись противоборствующие блоки, это приводило к войне. В итоге к войне это и привело. То есть, само появление таких блоков наглядно показывало, что война неизбежна. А если учесть, что еще и начались различные агрессивные действия, захваты, то, естественно, что война была неизбежна. А характеризуйте последствия подписания Мюнхенского соглашения и заключения пакта Молотова-Риббентропа. Мюнхенское соглашение наглядно показало нацистским государствам, что они могут делать все, что им только захочется. И ни Франция, ни Великобритания, ни Чегошеньки не посмеют предпринять. Это, то есть, Мюнхенское соглашение развязало агрессорам руки. В свою очередь, пакт Молотова-Риббентропа он дал Советскому Союзу передышку. Если бы Советскому Союзу пришлось бы начать войну где-нибудь в 1939 году, то ситуация была бы намного тяжелее. В 1939 году еще не были разработаны огромное количество куда более современного оружия. Например, танки КВ, танк Т-34, знаменитый танк-победитель. Этих видов оружия еще не было. И если бы война началась в 1939 году, ситуация у Советского Союза была бы очень тяжелой. А так, в 1941 году успели разработать и полностью принять на вооружение большое количество новейших видов оружия. Другое дело, что их еще не успели освоить в войсках и насытить войска этими вооружениями. Но, по крайней мере, они были разработаны. И в итоге обеспечили Советскому Союзу победу. Да, в пакте Молотова-Риббентропа были определенные своеобразные пункты. Например, о разделе Польши. Но, с другой стороны, современные границы и Беларуси, и Украины, это как раз таки, я имею в виду западные границы, это как раз таки те самые территории, которые принадлежали Польше до 1939 года. Такой вот своеобразный момент. Так что, по сути дела, Советский Союз просто восстановил свою историческую границу, где проживали именно русские и славянские народы.